Шалом, благословенные! Время такое, что каждый день надо быть на страже, каждый день надо быть на чеку. Каждый день нужна новая порция Божьего присутствия, откровения. И сегодня утром очень сильно такое слово из книги пророка Яиля, 3.16, если я не ошибаюсь, оно горело. Я хочу благословить вас этим словом, чтобы ваша вера укрепилась и надежда упования на Бога. Там написано, что Господь даст глаз свой из Иерусалима, Господь возгремит с Сиона и содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой, оградой, опорой вокруг народа своего. То есть мы видим сейчас, идут события, да, мы смотрим тоже на Израиль, на Иерусалим, видим там какие-то перемены происходят, небо и земля дрожат, земля однозначно, мир дрожит, мир сотрясен, это уже факт, весь мир он сотрясен. И мы просто слышим какие-то обрывки новостей, в основном мы смотрим новости о своей стране, но если так глобально по миру глянуть, весь мир, то есть сегодня, я вчера читал, что Иран, заклятый враг Израиля, сказал, что нам противостоять этому вирусу нам тяжелее, чем противостоять Израилю. Понятно, что за этим может, ну, скорее всего, за этим всей шумихой с этим вирусом есть что-то большее, что-то более глобальное, но дело не в том, дело вот в чем, что у нас есть обетование, что если будет дрожать небо и земля, Господь будет нас защищать. И как это было в Египте, когда приходили казни на Египет, они не касались евреев, то есть евреи были под особой защитой и покровом, и через это египтяне, они также видели руку Божью, что это действительно суд Бога, и потому что его народ, он был защищен, он не был поражен этими судами. Поэтому я ободряю вас не бояться, продолжать уповать на Господа. В данной ситуации мы не можем что-то изменить, мы не можем уже куда-то уехать, сегодня закрываются границы, да и куда по большому счету ехать, ведь это по всему миру идет эта встряска. Поэтому мы смотрим на нашего Господа, на кого же нам еще уповать, как не на него. Надеемся, верим, что он как стена огненная вокруг нас, и если даже содрогнется небо, если будет гореть земля, то Господь сохранит нас от всякого зла. Мы надеемся на него, и верим, что мы пройдем эти потрясения, и выйдем из них сильнее, чище, освященнее, более привязанные и открытые для нашего Господа, и мы познаем его так, как еще не знали. Поэтому всем вам крепости, твердости и мужества во имя Ишуа, Аминь. Спасибо.